Мы осуществляем охрану в честном порядке. Веселая танцевальная музыка глушит и скандирующую толпу митингующих, и полицейских, которые требуют собравшихся разойтись. Мгновенная организация городских праздников в местах, где планировалось проведение согласованных или не согласованных акций против повышения пенсионного возраста, лишь одна из мер, которые предпринимают региональные чиновники. В некоторых регионах активистов, волонтеров и заявителей акций начали задерживать и арестовывать еще накануне. В Красноярске перед акцией задержан Станислав Рудаковский, активист Открытой России, и Глеб Марьясов, волонтер штаба Навального. Во Владивостоке полиция задержала активиста Открытой России на выходе из подъезда и доставила в отдел. В Новокузнецке по такой же схеме задержана несовершеннолетняя активистка от протестного Кузбасса. Один из организаторов акции в Комсомольск-на-Амуре рассказал, как сотрудники полиции в Гражданском караулили его около дома. Я организатор, я подавал заявку, также были уполномоченные лица, три человека. И буквально где-то в 11 часов стали просто всех байкировать дома. То есть у меня возле подъезда подъехало четыре машины, мы уже когда собирались выходить, я отправился к подругу, говорю, сходи, посмотри, что там происходит. Ну, говорю, вдруг всякое может быть. И она выходит, а там реально стоят люди непонятные, ну, по гражданскому одеты. Три машины перегородили все и стоят ждут. Я звоню другим людям, ну, которые тоже были организаторы. Они говорят, у них то же самое. У кого-то просто оцепили весь двор, везде поставили, перекрыли прям полицейские машины. И также стояли, ждали, ну, пока мы выйдем. Тем не менее, протестная акция в Комсомольск-на-Амуре состоялась. К участникам направили целый отряд сотрудников в бронежилетах, касках и с щитами. Красавчики, новые щиты, молодцы! Красавчики! Держим строй! Держим строй! Держим строй! Дружнее! Дружнее! Держим строй! Держим строй! Держим строй! Милиция и полиция! Спасибо! Я что, пусть сейчас? Народные жители! Заявителю акции 9 сентября в Челябинске Александру Беляеву на кануне человек в гражданской одежде вручил повестку. Мужчину вызвали на допрос в Следственный комитет. Добрый день! Поломатчина справа. Посмотрели? Все видели? Доктор Поломатчина. Здравствуйте! Вы Беляев? Александр Вячеславович? Допустим. Допустим или вы? Да. В рамках следственного поручения отдельного от следователя ПОД Толкачева Александра Сергеевича, мы, главного управления МВД России, вынуждены вручить вам повестку. В Петропавловске-Камчатском на акции против пенсионной реформы задержали организатора Александра Берсенева. Митинг был не согласован. Люди вышли на площадь Устелы, город воинской славы. Всего собралось около 90 человек. Вы вообще без этого, мы вообще не знаем, кто вы. Да, вы в Камчатске граждан вообще отправляете. Да, вы не гордите, кто вы. И хотите говорить, я полиция. И вообще вы получаете зарплату с личных наших налогов. Вы же за наш счет, паразитируете на нас вы. И приходите здесь, нам что-то тут рассказываете о каком-то праве. Нарушения. Да, о каких-то нарушениях права. Поэтому боится представиться. Регументы ваши можно посмотреть? Потому что. Из каляка документы. В Хабаровске митингующие тоже спорили с полицией. Мы не нарушаем. Нет, мы не нарушаем. Мы не нарушаем каком. Вы нарушаете наше право. Нельзя не санкционировано группой лиц митинговать. За свои права. Я согласен. Я согласен. Было бы согласие, другое дело. Какое согласие? Через несколько секунд после того, как организатор предложил митингующим прогуляться по городу, и его задержали. Нет нарушения пенсионного возраста. Нет нарушения пенсионного возраста. Нет нарушения пенсионного возраста. Не молодой лиц. Кажется, больше наберут. Ну-ка. Я вам говорю, участие в главном мероприятии незаконно. Давай сейчас сюда, сюда, сюда все. Сейчас туда, убираем, сюда все. Основная часть людей продолжала стоять на площади, несмотря на требования сотрудников полиции, разойтись. Всего Хабаровске задержали 12 человек. Еще раз повторяю, что данное мероприятие является незаконным. Данное мероприятие не могло быть согласовано сегодня в Российской Федерации единый день голосования. Во Владивостоке прогуливающуюся толпу через громкоговорителя предупреждали о возможных последствиях. Прекратите свои противоправные действия. Мы будем вынуждены вас в прикрепить к административной ответственности. Потому что нет. Ваши точки два конца на протестартизах права нарушения. В Новосибирске задержали главу местного штаба Навального Сергея Бойко. Люди собрались у фонтана в Первомайском сквере. В Красноярске на протестной акции люди требовали отставки правительства. Правительство в отставку. Правительство в отставку. Путина на нары. И общались с сотрудниками полиции. Товарищ капитан, при всем уважении, я как добросовестный гражданин обращаюсь к вам. Если вы добросовестный сотрудник полиции, подтвердите законность своего здесь нахождения. Иначе вы здесь вне закона. Абсолютно серьезно вам говорят. Серия акций и протестов в регионах России продолжается. Демонстрации совпали с единым днем голосования. Сегодня проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов. Продолжение следует...